28 апреля поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники одного из самых важных и оперативных медицинских подразделений. Те, кто всегда на передовой и в любое время суток готовы мчать туда, где нуждаются в помощи. Врачи, фельдшеры, водители и диспетчеры, так называемые неотложки. Алина Ваучейская продолжит. Фонендоскоп и папка в руках, в голове колоссальный багаж знаний по оказанию неотложной помощи. Отправляясь на вызов, врач должен быть полностью готов к любому повороту событий. Елена Кобылина в отделении скорой помощи с 1996 года. Впрочем, еще в детстве она знала, что будет лечить людей. Примером стала ее мама, которая трудилась фельдшером в Красном Чуме. И она вот с детства нам прививала, рассказывала всякие случаи. Сказала, что кто-то должен быть врачом. И я вот вызвалась, и я буду врачом. И с тех пор не изменяла своей мечте. И вот по сей день нисколечко не жалею. Следуя за детской мечтой, Елена Кобылина успешно окончила лечебный факультет Архангельского медицинского института. По распределению молодого терапевта направили главным врачом в Хариверскую участковую больницу. Пять лет в отдаленном поселке стали для Елены этаким курсом молодого бойца. Роды, экстренная помощь больным с инсультами и инфарктами и пациенты с другими заболеваниями. Потом переехала на Ренмарь. Ставки поликлиники терапевта не было. В отделении окружной больницы тоже там было все занято. Предложили мне разведывание в отделении, переливание крови. Месяц поработала там, но захотелось поработать. Именно поработать, потому что я же привыкла работать. Вызываю разные от родов, травмы, потерял сознание. В общем, по всей области медицины. Хирургия, педиатрия и терапия, гинекология и акушерство, стоматология. Врачи и фельдшеры, неотложки – универсальные солдаты. И именно они первыми приходят на помощь тем, кому плохо. Сегодня в службе 03 трудится 50 человек. Это врачи, фельдшеры, диспетчеры по приему вызовов, водители и технический персонал. Ну, во-первых, коллектив у нас молодой относительно, средний возраст в пределах 40 лет. Во-вторых, люди, которые работают у нас, в общем-то, с довольно большим стажем работы, именно стажем работы по этой специальности. В-третьих, периодически люди проходят цикл обучения на базе институтов усовершенствования. Это раз в пять лет, сертификационные циклы. Врачи, медсестры, фельдшера. Поздравить с профессиональным праздником – одно из самых важных медицинских служб. Пришел и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный. Сегодня ваш профессиональный праздник, и так уж случилось, что именно вы оказываетесь сегодня на переднем фронте борьбы с коронавирусом. Порой мы даже не знаем еще, болен человек, не болен. Но мы сейчас всех, кто болен пневмонией, болен ОРВИ, мы рассматриваем как потенциальных больных вирусом. Поэтому зачастую, когда вы едете на вызов, вы даже еще не понимаете, болен человек не болен. Поэтому, оказавшись на переднем фронте, безусловно, мы очень переживаем за вас. Юрий Бездудный передал медикам дополнительные средства индивидуальной защиты, а после торжественной части осмотрел помещение скорой помощи. Сегодня служба 03 полностью оснащена медицинским оборудованием, лекарствами и медикаментами, а также средствами индивидуальной защиты и противочумными костюмами.